Приветствую вас, дорогие самостройщики! Да, я отдыхаю! Не совсем привычный ракурс для вас. Сегодня вместе с вами мы соберем вот эту конструкцию, изучим, как ее делать и поэтапно ее изготовим. Предлагаю приступить к работе. Сегодняшний наш выпуск связан именно с отдыхом. Ну, точнее, наверное, с возможностью комфортного отдыха. Да. Ну, в описании под роликом вы уже, наверное, название прочитали. Едем в магазин, покупаем материалы и настроечку с вами это мастерить. Сразу хочу сказать, что трубы мне обошлись в 3 795 рублей и комплектующие для нашего с вами изобретения обошлись в 400 рублей. То есть, короче, все мероприятие в 4000. Забираю трубу и все, и едем. Отлично. Вот так, да. Это главный инструмент, который нам необходим для наших выходных. Все, больше нам ничего не надо. Ну, я вам дальше все расскажу. Вы главное смотрите. Деревенское утро начинается именно так, друзья. Че там скрипит? Эй! Алло! Ребят, хотите прикол? К нам на стройку постоянно. Еще вот даже вот в этом видео, это еще в том году я снимал, приезжает один дядька на ленд-крузере, встает в какой-нибудь тупиковый разъезд и просто стоит. И когда мы проезжаем или проходим мимо него, он притворяется, что он разговаривает по телефону, по сотовому, но он стоит один и просто смотрит вдаль. Это прикол. Смотрите. Притворяется, что разговаривает по сотовому. Смотрите. Всегда. Опять такой сотовый куху приложил. Я к нему подходил разговаривать. Ну, он очень доброжелательный, но типа я у вас буду дом покупать здесь, территорию какую-то. Но это вранье. И вот второй год он уже так приезжает, встает. Там уже были всякие варианты, что это ФСБ и так далее. Друзья, я понимаю, что это психологический прикол какой-то. Если у вас есть какие-то мысли на эту тему, пожалуйста, подкиньте. Он часто стоит вон там в разъезде. Вот там тупиковый такой момент. Он там встает. Как-то раз даже у меня тут был запаркован. Я подъезжаю, он подорвался. Я не думаю, что он что-то плохое замысливает, но стоит постоянно у нас здесь на стройке. Не знаю. Поэтому, ну, интересно. Действительно интересно. У нас на столе находится гидравлический пресс на 12 тонн. 57-я труба и еще будет 40-я труба. Это все мы должны согнуть в дугу. Для того, чтобы вы понимали примерно, что это будет такое, у меня есть план. Все эти чертежи я потом приделаю к видосу в конце, для того, кто захочет повторить. Поэтому сильно не заморачивайтесь пока с изучением этого чертежа, но я буду брать все отсюда. Нарисовал я его сам с Корола. Немножко, возможно, он будет отличаться, потому что трубогип у меня не промышленный, трубогип у меня бытовой. Я еще не пробовал. Не знаю, насколько это будет ровно и получится ли. Что первым делом я сделал? Я его оцентровал по осям, для того, чтобы трубу не гнуло. И сейчас мы начнем размечать. Я буду простым путем. 10 сгибов на каждые 10 сантиметров. Попробую начнем с этого. Сейчас нарисую на полу радиус и буду от него уже шагать. Сейчас я должен разметить. Теперь смотрите, основываясь на наш чертеж, окружность дальняя, она равна диаметра 777, длина полной окружности 4,882. Соответственно, так как у нас полокружности плюс по 100 миллиметров, это 4,800 делим на 2, это 2,400 и плюс 200, это 2,600. 2,600 примерно нам надо согнуть. То есть вся эта ось должна у нас получиться на размере 2,600. Не забивайте себе голову, просто смотрите. Сейчас я это все делаю, нарисую на бетоне, для того, чтобы у нас было понимание самого радиуса. Далее, как вы видите, все предельно просто. Мы начинаем выгибать радиус. Для этого на расстоянии каждые 10 сантиметров мы делаем по 10 загибов нашим домкратам. Необходимо особое внимание уделять горизонтальной оси. Именно на этом я и прокололся, так как делал это первый раз. Как вы видите, нет ничего сложного в этой работе. Я думаю, второй раз я делал бы это уже профессионально. Единственное, чего мне не хватало на тот момент, это размеры раскроечного стола. Был бы он побольше, было бы проще. Немножко осталось сюда завернуть и все. Поэтому я переместил всю работу на пол. На полу работать стало значительно удобней. Как там говорится, голь на выдумку хитрая. Ребята, этот бытовой домкрат, он классно гнет, но он создает кривизну на самой оси. И мне пришлось это выравнивать. Я вот изобрел вот такую вот систему. И сейчас грею то место, где пошел изгиб. Поэтому смотрите, когда будете гнуть вот таким домкратом, если. Нужно смотреть еще и горизонтальную ось, чтобы она была ровная. Удача уже на нашей стороне, но я хочу добиться идеальности. Поэтому сейчас грею газом и выравниваю вот эту часть. У нас вот здесь получился кривун. Да, с конструкцией я, конечно, намудрил. Своим изобретением я помял немножечко перила. Благо они будут стоять у нас потом в огороде. Мы их уберем, когда застеклим веранду. Я долго не мог придумать, как мне зафиксировать эту конструкцию, чтобы приварить ножки горизонтально. И я придумал. У детей есть замечательная качеля. Я к ней просто подвешил. Сейчас мы привариваем ноги. Очень внимательные зрители, конечно же, уже заметили сетку, которую скоро мы будем с вами укладывать на пол и монтировать теплые полы в нашем доме. Но это будет в дальнейших сериях. Успех качественной сварки – это своевременное отбивание шлака. Советую перед последующим швом всегда пробивать навары. Итак, едем дальше. Теперь нам нужно согнуть лежак. Самый оптимальный вариант – сороковая труба. Я, конечно же, с удовольствием поделюсь с вами всеми своими разработками. Но, как вы видите, я очень много импровизирую в работе. Но чтобы лежать на лежаке хорошо и удобно, нам же нужно две трубы. Мне очень нравится пользоваться хлопковым волшебством. Вы заметили, что я не стал делать подколеночный сустав, загибать этот узел, потому что я хотел это все примерить конкретно на себе. Но вы часто меня ругаете за то, что я не соблюдаю технику безопасности при строительстве и при ремонте. В данном случае, наверное, чтобы эта вся штука не упала мне на голову, мне нужно надеть шлем. Пойдемте отметим коленочный сустав. Я подумал, а почему бы мне не начать гнуть прямо на месте? Это же намного легче. Не нужно никуда таскать эту трубу, я сделаю это очень просто. Так, только надо сменить шину на сороковку. Обалдеть, насколько мысли материальны, да? Как ни шлем мог помочь? Реально. Техника безопасности превыше всего, друзья. Превыше. Запомните это навсегда. Беда обошла стороной просто. Жесть. Кто будет вдруг повторять, я делаю сейчас три метки по семь раз и загибаю ножной этот элемент. Раз, два, три. Теперь то же самое, повторим со второй. Бывает же в жизни огорчение, а? Ситуация патовая. Уголок и уголок. То есть делать угол 90 градусов этой машинкой не получится, потому что она просто сплющит трубу. И для этого я взял такой уголок, приобрел его в магазине. Две штуки. Они были в пакетиках. Когда я сейчас развернул, оказалось, что, смотрите, во-первых, они по сечению разные. Мне нужен вот такой по сечению, больший. А во-вторых, они еще и по длине разные. Посмотрите. Вот как так, а? Вот как. И теперь мне получается, нужно просто ехать в город за 20 километров для того, чтобы приобрести еще вот такой один уголок. Но мы не расстраиваемся, я поехал в город. Та-дам! Вообще по документам всегда вот это расстояние максимальное, где сейчас лежит рулетка, там должно быть 75 сантиметров. Я делаю 80. В оригинале такой шезлонг должен выдерживать максимально 120 килограммов. Ну, в моем случае это 3,5 миллиметра толщина стенки. Это не китайский вариант. Поэтому здесь, наверное, килограмм 150 может держать. Но у нас обусловлена все проблема из-за вот этой стойки. Она 3-миллиметровой стенкой, и она всего одна. Как она будет держать, я честно не знаю. Поэтому на одного человека. 80 сантиметров так и остается. Мне нравится. Максимально укрепляем все соединения лежака. Добавляем перемычки. В общем, делаем его крепким. Также важно уделить внимание самой несущей конструкции. После всех этих работ я сбалансировал лежак относительно несущей системы и отрезал лишние детали. Прежде чем начать украшательство нашего замечательного... Я не знаю, может назвать его скорпион? Он реально на него похож. Смотрите. Шезлон-скорпион. О, кстати, складно. Нет, не складно. Прежде чем начинать украшать наш замечательный шезлонг, я думаю, что нужно проверить его тактико-технические характеристики. Для чего? У меня есть карабин. У меня есть сам лежак. А ничего тяжелого, кстати. И закручиваем. Вот сюда я вставлю на всякий случай такую штуку распорную, пока уголка нет. Можно тестировать. Вот. Так, надо ручки. Вот здесь еще будут ручки. Вот тут ручка. И 150. Вот тут ручка. Вы меня все видите, хорошо? Ребят, я знаете, что подумал? Вот сейчас самое время, наверное, поставить лайк и подписаться, если вы не подписаны на канал. Потому что, в принципе, по-моему, получается неплохо. Мы привариваем сейчас с вами перила. По-другому это называется поручни. Смотрите. По-моему, прикольно, да? Вот это немножко, да, подогнуть? Капельку сюда. Нормасики. Ой, в ногу впилось. Вот такие штуки, ребят, лучше куда-нибудь к стенке. Данная работа показалась мне очень даже увлекательной. Сразу посоветую брать зачистных дисков побольше. Их уйдет прям много. Оцените работу мастера сварки. Профессиональный шов. По-моему, становится темноватым. Давайте сделаем вот так. Так-то лучше. Теперь у меня есть соразмерные уголки. Ура! Мы должны наварить с двух сторон нашего шезлонга. Сейчас по габаритным размерам 82,5 сантиметра. Но если на него сейчас посмотреть, это выглядит слишком громоздко и некрасиво. Мы будем его уменьшать. И большой плюс от того, что когда вы будете варить, делайте его больше. Потому что сузить его намного проще, чем растянуть. Само сужение имеет плюс от растягивания. От того, что оно будет в напряжении все время на расширение. И когда вы будете шнуровать, это сыграет свой большой плюс. Чем вы будете растягивать в дальнейшем. Поэтому делайте всегда шире, а потом сужайте сваркой. Так, и я думаю, что мы все-таки сделаем по номиналу, по документам. У китайцев он идет 75 сантиметров. Такое расстояние мы потом его и уменьшим. Сейчас моя задача сделать 75 сантиметров вот по вот этим габаритам. Навариваем последнюю закладную. И наша конструкция готова. Нам останется будет сделать зонтик из металла. Все остальное мы уже сварили. Друзья, было бы совершенно неправильно не поделиться с вами отличной информацией. У меня еще осталось баночек 30 жарковского меда. Вот по вот этой ссылке вы можете пройти на сайт и посмотреть сам ассортимент. Нет, ассортимент вы не посмотрите, потому что банки остались только вот такие. И они по 400 рублей. Осталось немножко. Ну, 30-40, я не помню сколько на самом деле. Но всем хватит. Поэтому, если есть желание, пишите. Этим вы поможете развитию канала. Ну и, собственно говоря, попробуйте вкуснейший сладкий алтайский мед. Что не может не порадовать вас и ваших близких. Ну, а мы с вами продолжаем дальше. Ну, как-то вот так. Сейчас я прошнурую наш шезлонг. И мы с вами его проверим. Ну что, друзья, финальное тестирование нашего замечательного скорпиона. Мы приступаем, и как я говорил, на всякий пожарный, именно на всякий пожарный средство защиты. Ну, это шикарно. Всем советую сделать такую штуку. Экономия налицо. За 12 тысяч рублей экономии. И еще плюс три таких комплекта. Для того, чтобы сделать вот такой классный шезлонг, нужно всего лишь уметь варить. И болгаркой уметь зашлифовывать. Все. Чтобы закончить, что мне осталось. Первое. Сейчас сделаю лекало вот этого внутреннего пространства. И закажу его... У нас есть предприятие в городе, которое клеит вот из этой рафтерной ткани. С люверсами. Люверс это отверстие. Каждые там 5 сантиметров. И потом эту штуку внутри прошнурую. Кстати, не забудьте уже о чем я подумал. Чего нет в магазинных вариантов. В центре сделать там, где у вас будет седалище. В этих местах сделать тоже дополнительные люверсы. Для того, чтобы вода не застаивала служиться и в этом месте. И осталось шить приятный, хороший чехол. Ну, то есть, саму подушку, перину. Внутри будет поролон, а снаружи это будет кордура, скорее всего. Простая ткань. Ну, синтетика. Ну, и покрасить все, что осталось. И можно уже наслаждаться теплыми летними деньками. Приятным солнышком вот так, лежа на своем шезлонге. Друзья, ну, от себя хочу попросить вас, если не сложно, поставить лайк. Ну, и подписаться на канал, если вы не подписаны. Потому что впереди вас, думаю, ждет куча еще таких всяких разных... Как мне тут недавно написали в комментариях, ДиАйВи называется. Это типа, ну, когда своими руками. Получается у меня канал ДиАйВи. Впереди у нас такие большие, грандиозные планы. Я просто не знаю, друзья, как мы все это успеем в этом году. У нас и полы, и окна, и двери. Пора уже начинать отопление систему. Конечно, душа поет от того, что я уже заморочился и все это дело приобрел. Мел, это просто находится в разных складах. Это все скоро аккумулируется ко мне на стройку, приедет. Но волнение за то, что смогу ли я все это дело успеть за сезон. Но с другой стороны, благодаря вам, благодаря вашим советам, вашим комментариям, вашей помощи, друзья, покупка меда это все-таки очень шикарный донат от вас. Я надеюсь, у нас все получится и мы справимся. В любом случае, я очень рад, что вы смотрите канал. Очень рад, что комментируете и даете полезные советы. От всей души за это вас благодарю. Мне сейчас кто-то должен, напишите, пожалуйста, в комментариях, что нефиг болтать, иди работай. Потому что на этом кресле так и охота так прям залипнуть. Я его гнул конкретно под себя. То есть вот прям под себя, под свои коленки, под свое вот, ну. И получилось, что я сделал то, именно что хотел. Даже ручки я делал под свои руки. Единственное, что, конечно, не хватает тепла. Приятно вот этого солнышка. Но я думаю, в семье у меня будут битвы за это кресло. Среди моих деток. Придется мне еще парочку кресел таких смастерить. Ну, а вы напишите в комментариях, понравился ли вам видос. И вообще, стоит ли заморачиваться на эту тему. Или лучше выложить свои кровные и не париться вот так два дня на морозе. С изобретением всех этих моментов. Но! Сразу хочу сказать. Я же первый раз гнул вообще, ну, трубогибом. Я понял, что тот проект, о котором я давно мечтаю. То есть шнекороторная машина это копейки по сравнению с тем, что у меня лежат загашники. Полностью разработанная система багги. Вот из труб согнутая, багги. Причем она такая модная вообще. Это уже серьезный проект. Туда нужно будет мотор от восьмерки ставить или от девятки Жигули. И это будет такая бодрая тачка вот для наших как раз деревенских полей. Но это, друзья, очень дальние перспективы. Когда у нас появится гараж, мы обязательно этим с вами займемся. Так, ну спойлеров я накидал нормально. Теперь вы все знаете все мои планы на будущее. С другой стороны, с кем мне делиться, как не с вами? Я был очень рад вас видеть. Спасибо за все, что вы делаете для меня. В следующем видосе мы будем с вами доделывать все, что не доделано. Либо мы займемся с вами чердачной лестницей. Я хочу сделать вот эту систему, которая открывается. Чердачная. Но опять же, делать ее, наверное, пока рановато. Мне нужно туда еще сколько утеплителя поднять, сколько досок. Но давайте мы об этом с вами подумаем. Если не сложно, предложите свои варианты, что бы вы хотели увидеть. Может, какие-то темы я не раскрыл. Слушайте, вот на этом кресле такая охота прям лежать, болтать, рассказывать. Наверное, у нас будут стримы летние вот именно вот в таком положении. Я буду ставить камеру, у меня теперь есть Wi-Fi. И будем общаться с вами вечерами. Так, знаете, обо всем. Главное, чтобы я не уснул. Короче, мне нравится. Реально нравится. Всем советую такую штукенцию. Я давно о ней мечтал. Ничего, что я вам рассказываю, рассказываю там. Ну, то есть у меня историй-то много. С женой как-то гуляем по ленте. Ну, магазин-то, ну, в каждом городе есть почти. И вот такой, стоит вот такое кресло. И я так подошел, смотрю. Она такая засмеялась, подходит. Что не так? Она 100%-то изучаешь, как сделать его самому. Я говорю, ну, конечно. Слушай, ну, блин, ну круто, конечно. Оно даже пружинит. А вот так можно просто сидеть у костра, например, да? Вот так. Костер тут горит. Так сидишь, так кайфуешь, на звезды смотришь. Давайте, до скорой встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok